Мы живем в очень интересное время, необычное, когда множество людей приходят в храм. Может быть, их крестили когда-то давным-давно, в детстве они забыли и никогда их в храм не носили. И вот людей в храм приводит, как правило, горе. Это в большинстве случаев. Но иногда приводит людей и какое-то радостное событие. Например, вот молодые люди любят друг друга и желают повенчаться. Это замечательно. Можно только за них порадоваться и это приветствовать. Очень часто бывает так, что приходят венчаться люди, не зарегистрировавшие свой брак. Вот они уже живут, они уже давно живут. Называют на современном птичьем языке это сожительство гражданским браком. А на самом деле вот такая терминология – это то, что называется манипулирование сознанием. Для церкви совместная жизнь людей, не состоящих в браке, является тяжким грехом. Вот часто так и говорят, знаете, это все-таки грех. Так нельзя, что-то такое грехомное. Мы же вместе живем, мы уже давно живем. Ну, вот начинаешь объяснять, что... Тогда, то есть, задаешь вопрос очень просто. Спрашиваешь, скажи, вот ты ее любишь? Люблю. Ну, конечно, слава тебе, Господи. Я говорю, очень хорошо, я тебя поздравляю. А почему не женишься? Ну, вот там... И начинают какие-то совершенно надуманные причины. Вот там этот стампик в памяти ничего не меняет. Ну, как там не меняет? Если не меняет, тогда тебе и безразличный поступить. Вот для нее, например, для девушки, как правило, гораздо важнее вступить в брак, чтобы она чувствовала себя уверенно, она понимала, что она жена. Вот скажи, хорошо, скажи, Борис, вот она тебе кто? Вот любовницей называть не хочется. Но она тебе и не жена. Кто она тебе? А если вы жените, значит, жена. Законная жена, а ты и муж, очень хорошо. Вот миллионы людей живут, пусть они даже не повенчались в храме, но все равно это брак, и все знают, что это брак. Более того, я просто ставлю такой психологический эксперимент. Вот если люди откликнулись, послушались, пошли, зарегистрировали свой брак, тогда я задаю вопрос обязательно. Скажите, пожалуйста, вот для вас что-нибудь изменилось? Вот только штампик в паспорте появился. Изменилось что-нибудь или нет? И вот большинство говорят, изменилось. Правильно? Потому что были не пойми кто. Вот сегодня ты мне нравишься, а завтра кто-нибудь там посмазливее приглянется, я пойду и променяю. Ведь я ничем не обязан. Я свободный человек, свободной страны. Куда хотел, туда и пошел. А тут люди засвидетельствовали глубину и серьезность своих отношений перед окружающими людьми, перед законом. Теперь они муж и жена. А вот теперь церковь может вас повенчать. Вот слава Богу, у кого-то ничего не изменилось. Квартира та же, обстановка та же, мебель та же, все тоже. Однако меняется. Вот большинство говорят, да, изменилось. Вот в таком случае можно венчать. И венчание – это особый дар Божий любящим супругам. Конечно, вступать в брак можно только по любви. Могут вступать люди, вот, жених и невеста. Это действительно, вот, в полном смысле жених и невеста. Потому что невеста от слова не ведать. Вот чистая, непорочная девушка. И замечательно, когда вступают в брак, вот, и для него, и для нее, он первый и последний. Никогда никого не было, нет и не будет. Вот кроме вот своего любимого или своей любимой. Какое счастье! Какая, ну, вот, какая прочность этого союза, какая, ну, особая атмосфера. Это особый дар. Когда Господь, который сотворил человека по природе своей целомудренным, и вот, не желает, чтобы, вступая в брак, вот этот дар целомудрия от Бога, врученный и полученный от рождения, вот, молодые супруги вручили друг другу невесту жениху, а жених невесте. Вот они теперь муж и жена. Так бывает и очень часто. И это особая радость, особая чистота и красота. Но, к сожалению, бывает далеко не всегда. Но если люди хотят вступить в брак и хотят венчаться, и действительно они друг друга любят, то, повторяю, это можно только приветствовать, ну, можно только попросить их, чтобы они подготовили, чтобы они пришли на исповедь и исповедовали свои грехи, в том числе, и то, что они, допустим, жили вне брака вместе. Вот, слава Богу, что Господь вас соединяет, слава Богу, что вы решили, что вы друг друга нашли. Но если вы друг друга нашли, замечательно. А что, мы его не могли потерпеть, что ли? Вот, ну, надо же нам понять, подходим мы друг другу или нет. Я говорю, какой ты хороший естествоиспытатель. Вот здорово. А если, значит, не подойдёшь, значит, другая, да? Но, слава Богу, вы всё-таки нашли друг друга. Тогда спрашиваются, а что вы тут испытывали? Что вы нового узнали? Что ты такого узнал или там узнала? Что такого? Ничего особенного. Но зато потеряли вот этот вот важнейший дар чистоты. Ради этих каких-то сомнительных экспериментов, которые ничего не дают. На самом-то деле. Но вот если люди покаялись, если они познакомились со Священным Писанием, читали Евангелие, участвуют в богослужении, конечно, их можно и нужно венчать. И в этом таинстве Господь даёт особую благодатную силу строить семью. Ведь семья – это не кипение страстей, это не какой-то там взрыв эмоций. А семья, ну, я грубляю сознательно, это некий такой проект. Это создание вот того, чего не было. И вот детки пойдут, детей надо воспитывать. Это огромный труд. Очень радостный, очень благодарный. Но подчас очень трудный. Особенно, когда там кто-нибудь болеет. Нет, очень нелегко. Или когда вот грудные детки там появляются на свет, ну, пойди, попробуй с ним разберись. Ему плохо, у него живот болит, вот он тебе и плачет. А что ты с ним сделаешь, не поймёшь, он тебе объяснить не может, что у него происходит. Днём плачет и ночью плачет, а ты не высыпаешься. Масса трудностей. И вот семья – это особая школа, когда и супруги друг друга воспитывают. Нужно же притираться, нужно терпеть недостатки. У каждого человека есть недостатки. Даже у самого любимого недостатки есть. Но если ты любишь, ты их прощаешь. Ну и прощать можно по-разному. Можно с любовью указать на этот недостаток. С любовью. И терпением. Потому что человек меняется с трудом и медленно, особенно взрослый. Значит, тут нужно и терпение, и любовь, и мудрость, чтобы помочь человеку, самому близкому, и жить его действительные недостатки. Вот уже целая школа, как помочь самому близкому, как проявить смирение. Это всё вместе называется смирение. Действительно. Вот мир души. И терпение, и любовь. Вот всё это вместе даёт смирение. Или же детки нас очень хорошо воспитывают. Ещё неизвестно, кто кого лучше воспитывает. Потому что маленькому ребёнку что-то нужно. Дети очень целеустремлённые, целенаправленные. Как правило, сильные такие натуры. Если он что-то хочет, то он хочет. И вот он требует от родителей, а вот ты пойди не поддайся. Не поддайся ни своему гневу, ни стань исполнителем капризов своего ребёнка. Вот как совместить. Вот масса тонких вещей. И вот Господь дарует свою благодатную помощь. Но и благодатная помощь приходит, и вот такой успех в семейной жизни приходит. Только если супруги искренне, бескорыстно, постоянно, нежно и ласково друг друга любят. Вот если эта любовь есть, то будет в семье и счастье. И всем, кто и вступает, и вступил в брак, и только ещё собирается в брак вступить, я желаю самого полного, самого радостного, самого полноценного счастья.